Продолжение следует... ...собирает рабочую группу, которая отвечает за подготовку, самооценки или самоанализа различных подразделений учебного заведения и как они помогают в осуществлении учебного плана. То есть учебный план программы, он является в центре. Если есть библиотека, насколько она соответствует. И заведующий библиотекой описывает в отчет истории библиотеки, потом из чего она состоит, достаточно ли литературы, именно учебников этого уровня. Вот если это баклавят, значит учебник баклавского уровня. Если это магистратура, то понятно, что учебники Харчелаа не могут использоваться, потому что они ориентированы на членов церкви. Если это докторатура, мы как раз движемся в этом направлении, то тоже должны быть соответствующие учебники. Это как раз задача заведующей библиотекой. Самому вначале проанализировать. Я был 4 года заведующей библиотекой, поэтому тоже хорошо помню свой первый стресс, опыт такой. Когда оказалось, что все так круто, у нас самая крутая библиотека была. Это неправильно, да? Вот так. И вообще никак. Лучше никак. Да, сейчас это модно. Когда написали самотчет, вот видите, как оказалось, о-о-о, еще нужно работать и работать. Или у нас была самая крутая программа. Но таких программ нигде нет. Когда написали самотчет, проанализировали, оказывается, что студенты заставляли 3 раза больше читать и в 5 раз больше писать, чем это даже физически возможно по стандартам. Даже за 20 часов в сутки. То есть это нереально выполнить. Да, но и писали, и читали. Но тогда вопрос качества, а что писали? Хорошо, тогда начинаем, вот студенческий декан, или кто там, академический декан, писывает учебную деятельность. И начинает задаться вопросом, а что писали? И это помогает как раз саму себя оценить. И затем, вот аккредиционный визит, седьмой, уже в данном случае немножко перескак, и второй, уже оценочный после ознакомительного. То есть когда аккредиционная комиссия знакомится или изучает самооценку предварительно, где-то за 2 месяца выставлено на членом аккредиционных комиссий, и потом сверяет документы, которые дает школа, вот есть стандарт, есть самооценка, и с тем, что нужно еще сделать. И, например, если мы говорим о миссии в учебном заведении, то аккредиционная комиссия, она не говорит, что эта миссия неправильная. Она смотрит, хорошо, у вас есть вот это миссионерское заявление, и у вас есть вот так написанная философия программы в учебном плане. И эта философия программы и содержание программы, оно не соответствует заявленной миссии. Например, мы готовим миссионеров, а по сути мы готовим писателей, там, богослов, да? Или мы готовим пасторов, но программа, или даже нет пасторской программы в учебном заведении, но вот в миссии заявлено, что мы готовим пасторов. То есть не так, как миссия указывает, что нет вот этой последовательности, что есть миссионерское заявление, которое формирует философию учебного плана, которое формирует цели и задачи каждого предмета, и которое потом формирует как раз вот разные аспекты портрета выпускника. И роль и задача всей команды как раз осуществить выполнение этих целей и задач. Самооценка я чуть позже вернусь к этому. Вот сейчас хочу так, чтобы разрядить немножко ситуацию. Вот какая у нас статистика. Мы на 2015 год будем готовить на общее собрание новую статистику, которую каждые два года мы обновляем, добавляем. На сегодняшний год у нас 54 учебных заведений. Как видите, пик был 2001-2002, и пока что ситуация больной тяжело стабилен. Состояние больного стабильно тяжелое. Но я хочу с другой стороны сказать, что все-таки в ассоциацию входят все ведущие учебные заведения. И как раз аккредитация, она помогает школам развиваться. Сейчас вы увидите определенную динамику. Вот всего сейчас в ассоциации у нас 9334 студентов. И плюс к этому, в АДВ 3613 и в Московско-Боисловском семинаре 1879, это в учебных центрах. На стационарной форме, видите, 332 у всего студента, вочников. Как быстро изменилась ситуация. Это география учебных заведений, потом я вам дам эту информацию. Уровни учебных программ, докторантура, но это докторантуры без аккредитации. 18 магистрских, 32 бакалавских и 36 дипломных. Дальше формы образования. Дистанционная и онлайн 7 школ. Предоставляет очное 17. Филиалы имеются в 23, заочная форма 25 и очно-заочная 27. То есть это с точки зрения формы богословского образования. Вот участие в общем собрании института, это можно пропустить. Вот аккредитация, смотрите, какая динамика сейчас. В 99-м году, когда были первые визиты, было 3 программы, 3 учебных заведения. В 13-м году мы уже видим 48 учебных заведений из 54, и 19 программ. То есть в данных программах находится тоже учебное заведение в процессе аккредитации своих программ. То есть мы видим, что каждый год это количество растет. То есть все-таки ценность школы видят большую. Как помогает сам визит лучше осуществлять образовательную деятельность. И количество студентов на аккредитованных программах. В 2012 году у нас еще было 932 студента. В 2013 году уже 1189 студентов на аккредитованных программах. То есть медленно, но уверенно мы видим, что растет количество, то есть предпочтение дается больше программам, которые прошли аккредитацию. И вот по годам количество выпускников. То есть в среднем у нас 150 до 200 выпускников аккредитованных программ. Поэтому вот колеблется в зависимости от набора цифр. Сейчас я хочу вместе с вами тоже просмотреть бегло стандарты Яв. и как они направлены на то, чтобы помочь учебному заведению развивать целостный учебный план. Иногда мы тоже так думаем. Но Макин тоже еще дольше думает. Да. Нет? Он воспитывает. Это ампетическое. Может быть еще? Да. Хорошо, давайте я тогда так начну появиться. Стандартные яфты, которые были утверждены в 2009 году общим собранием, они определяют несколько уровней богословского образования, которые соответствуют международным стандартам или общим кредитам стандартам. То есть это не что-то новое. И когда, например, рабочая группа или совет ИА, или отдел аккредитации предлагает какие-то изменения в стандарты, то они не производятся с нуля. То есть вначале изучается опыт других аккредитационных и аванских ассоциаций и опыт государственной аккредитации. То есть что происходит в государственных органах по аккредитации высших учебных заведений? В России, в Украине, в Белоруссии, в Европе с учетом болонских стандартов, с учетом даже определенных американских стандартов, потому что мы начинали с американских стандартов и потом переходили на форму болонских стандартов и так далее. Вот поэтому уровни богословского образования, они те же. Это бакалавр уровень С, магистр уровень Д и аспирантура, докторантура уровень Е. Ученые степени или квалификационные уровни, как это называется, в болонских стандартах, у нас те же самые, то есть это магистр и доктор. Хотя доктор это пока еще у нас в перспективе. И у нас как раз будет первая такая сессия, это разработка докторских программ и разработка компетенции докторских студентов. И я надеюсь, что где-то, возможно, еще в этом году нам удастся провести такую международную консультацию с участием международных экспертов по разработке докторских программ для тех школ, которые планируют в ближайшем будущем открывать докторские программы. То есть как разрабатывать учебный план докторской программы. И поэтому просим не спешить, потому что потом сложнее корректировать, чем разрабатывать программы. Так и не показано. Первый большой раздел это учебное заведение как организация, ее задачи. То есть когда приезжает аккредиционная комиссия, она оценивает деятельность учебного заведения как организации. Но не для того, чтобы посмотреть, как она функционирует как организация, чтобы посмотреть, помогает ли эта организация в осуществлении учебной деятельности, учебной программы. То есть в чем она помогает, в чем она мешает. Вот когда у нас был период строек, если вы помните, да, 90-е годы, то в некоторых учебных заведениях учебная программа это было приложение к строительной компании, которая строила учебное заведение. То есть ищут, здесь и студенты ходят, а преподаватели ничего не делают, да, с точки зрения строительства, потому что они сидят только в кабинетах. И поэтому нужно быть благодарны, что они еще в тепле сидят, а не словом на улице, как настоящие вот лидеры, они там работают, строят. То есть мы прошли через этот путь саморефлекции, самопонимания, что мы, оказывается, мы не строительный корпоратив, мы, прежде всего, учебное заведение. И это стройка приложения к учебному заведению, а не учебная программа приложения к строительной организации. То есть это был важный период у нас этого самопонимания. И поэтому аккредиционная комиссия как раз оценивает назначение учебного заведения, легальный статус, зарегистрировано ли это учебное заведение. Это важно, тоже для выпускников. Сейчас, к примеру, изменился закон о высшем образовании в Украине. И появилась возможность в течение нескольких следующих месяцев, возможно даже года, это одноразовое решение на уровне Министерства образования или разрешение признать дипломы бакалаврские в богословских учебных заведениях на уровне государственных дипломов. Но для этого что нужно? Чтобы это была официально зарегистрированная организация, то есть религиозная организация с учебной деятельностью, чтобы там были все документы в порядке, чтобы была академическая выписка с указанием кредитов, письменных работ, квалификации преподавателей. Вот учебные заведения, которые неслись серьезно к этому в 90-х годах, то есть они таким образом защитили своих выпускников, потому что они могут получить эквивалент государственного диплома и дальше учиться в государственных учебных заведениях, продолжать образование, а не начинать опять, как многие ушли даже после магистра богословского, пошли на бакалавриат в государственное учебное заведение. То есть поэтому вопрос регулярного статуса, почему он важен? Не для того, чтобы было, как у нас в славянской душе, а для того, чтобы защитить наших выпускников. Миссионерское заявление оценивается, то есть как школа видит или как организация, в чем ее миссия, куда спонсоры вкладывают деньги. То есть они в это верят, они вкладывают деньги, церкви вкладывают, студенты платят за сессии. Хорошо, но соответствует ли это, или учебный план, вот это заявлено миссией, или у нас миссия одно, а учебный план другое. Стратегический план развития оценивается. То есть видит ли руководство школы, совет попечителей, куда мы будем направлять образовательную деятельность, как будет развиваться наш учебный план, как мы будем развивать преподавателей, потому что если нет преподавателей, мы не сможем развивать учебную программу. И очень хороший пример, очень сильно ударило по многим школам, когда западные преподаватели во многих школах перестали привязывать свои деньги, потому что церкви перефокусировались на Африку, на Азию, в другие регионы. И писали, например, извините, мы уже не можем оплатить производить преподавателей. Хотите, что вы, например, оплачиваете сами. Но учебное заведение не вкладывало небольшие деньги в развитие своих преподавателей. И программа находится под угрозой срыва. Поэтому важно сегодня вкладывать в развитие преподавателей. Вот, например, тоже Бог дал возможность разработать совместную программу с Национальным университетом Драгоманова в Киеве, в Украине, где вот сейчас учатся 7 преподавателей из 6 наших семинаров. То есть Бог послал осколочек и стипендии для этих студентов. И это как раз вложение этих школ. Что ожидается от школы? От школы ожидается предоставить время преподавателю в его рабочее время с сохранением зарплаты. И помочь финансово на проезд на сессии. То есть по сравнению с оплатой 10 тысяч гривен за год за обучение, это небольшие вложения. Но это небольшое вложение становится огромным вложением, потому что через 4-5 лет это будет 6 или точнее 7 преподавателей с ПИЧ, с докторскими степенями, которые будут призваны государством, которые помогут в развитии учебного заведения, в развитии магистрских программ. Эти преподаватели смогут быть настоящими научными руководителями для магистрских студентов. Эти преподаватели смогут по-настоящему дальше развивать учебное заведение, потому что они уже мысли по-другому, они дальше развиваются. И вот это как раз вклад и стратегический план развития. И последний такой важный момент это структура управления. Скажем, если в учебной части для осуществления вот этой учебной программы работает всего 3 преподавателя, а в административной части 25 человек, это и 4 водителя, 18 сторожей, 2 за вскладом, 3 консьержа в общежитии и так далее, то уже видно, где фокус, куда направляются финансы. А на преподавателях мы экономим. И это, если мы таким образом распределяем бюджет и структуру управления учебного заведения, мы не развиваем учебный план, мы не развиваем студентов, потому что наш фокус и наши основные усилия идут на развитие административной структуры. Она является для нас центром, но она должна быть всего лишь инструментом для учебной части, а не управляющим органом. Или когда, например, если вы помните фильм «Большая перемена», там тетя Дуся такая уборщица была, ну вот мы собирали здесь и швабы, кто здесь главный? Бездельники, коридоры, вот тетя Дуся, она главная, и она решает, что должно преподаваться в учебном плане и кто должен этим заниматься. И еще один важный момент, на который мы мало обращаем внимания, это совет попечителей, который то, что оценивает агрессионная комиссия. И как раз у нас из 54 учебных заведений есть только единицы. единицы учебных заведений, где совет попечителей работает. И работает именно, во-первых, по фандрейзингу, то есть где ректор не проводит 8 месяцев, не ищет деньги, а он больше занимается распределением финансов, или управлением уже финансов, которые обеспечивают совет попечителей. Почему? Потому что ректор, он должен прежде всего заниматься управлением структуры для осуществления учебной деятельности, прежде всего. Если ректор в большую часть времени и декан занимаются фандрейзингом, значит, они не могут обеспечить целостное осуществление учебных программ. Почему? Потому что происходит фрагментация структуры, фрагментация интересов. Второй большой раздел это преподавательский состав. То есть когда приезжает инфляционная комиссия и оценивает учебную программу, важно не только, как функционирует организация, административная структура, административно-правленческая, но и кто преподает. Вот, к примеру, сейчас у нас больной вопрос, скажем, бакалаврский уровень, но и обеспечиваясь. Судя по нашим анкетам, в основном бакалаврский уровень у нас обеспечен преподаватель-магистр. Когда мы касаемся магистрских программ, у нас все-таки в некоторых, причем в заведениях даже до половины или в некоторых даже чуть больше преподает тоже магистр или преподаватели с почетными докторами, что не есть ученая степень, это просто почетная докторская степень, которая не является, это почетная степень, ученых, и она не дает права преподавать, как преподаватель. Это совершенно другой мир, почетная докторская степень. И поэтому нам сейчас важно, когда мы говорим об аккредитации магистрских программ, обеспечить осуществление магистрских программ людьми, которые хотя бы уже заканчивают докторскую программу. Почему? Потому что это разные философии мышления. Вот если бакалаврят направлен на то, чтобы научить студента, учебный план и учебная программа, она направлена на то, чтобы научить студента работать с содержанием, как собрать материал, как осмыслить его, как увидеть взаимосвязи. Вот магистрский уровень, главная философия, это научить человека аналитическому мышлению, разработке методологии. То есть, чтобы он был способен сам собрать информацию, проанализировать и заметить вот эти разные парадигмы, разные структуры. И докторский уровень, он помогает оценить уже, то есть не просто проанализировать, но и дать определенную оценку. То есть, если я, например, как преподаватель сам не являюсь хотя бы как минимум участником докторской программы, где вы обретаете навыки, или не закончил докторскую программу, то я не могу научить мыслить таким образом студентов. То есть, поэтому, один из важных критериев для успешного осуществления учебного плана это соответствующий преподаватель. Скажем, могу ли я сейчас давать рекомендации, у меня осталось в Донецке, вот и Ростислава, я думаю, у многих родственников некоторые и друзья, которые живут под обстрелом. Но я, например, как житель не зоны АТО, не могу давать им рекомендации или учить их, как выживать под обстрелом. У меня нет такого опыта. Это будет нонсенс, это будет смешно в самом таком минимальном случае. В худшем случае, кто-то тихонько приедет, нас не поговорит, не умничал. Точно так же, когда касается вопрос учебной деятельности, компетентен ли преподаватель для того, чтобы научить студента с заявленным компетенциям, которые мы описываем в задачах предметов, в задачах программ. Это то, на что направлена работа аккредитационной комиссии. И это иногда бывает обидно, потому что, к примеру, есть выпускники неаккредитованных магистрских программ, которые преподают на бакалаврске. И когда аккредитационная комиссия говорит, что не могут преподавать преподаватели-магистры с неаккредитованным дипломом на аккредитованной программе, то есть возникает конфликт. И конфликт интересов, и иногда бывают обиды. Но это объективная данность, это объективная наша реальность. Потому что как раз проблема, это не это учебное заведение, которое позволяет преподавать, а проблема это это учебное заведение, которое выпускает преподавателей, но не хочет потратить ресурсы на аккредитацию программы. И таким образом это уже проблема выпускников становится, которые начинают задавать вопросы учебному заведению. Потому что появляется дисбаланс среди преподавателей программ. Ну и, конечно, вопрос также нагрузок преподавательских. У нас тоже есть разные требования в отношении, например, государственной стандарты преподавательской нагрузки для осуществления учебного плана, которые отражают еще советские. Даже вот, несмотря на реформу, которая начинает в нашей системе образования, все равно нагрузки преподавательские остаются советскими. Где преподаватель преподает сотни, там, чуть ли не тысячи часов в году. То в нашем случае мы просим, чтобы преподаватель был загружен разными видами учебной деятельности. То есть, чтобы он преподавал хотя бы не больше, там, четырех-пяти предметов. Почему? Чтобы он мог качественно готовиться к преподаванию, чтобы он мог качественно прочитать письменные работы, качественно сделать рецензию на них, чтобы он принимал участие в молитвенных группах, чтобы он принимал участие вместе со студентами в каких-то мистерских поездках. То есть, учебная нагрузка это не только преподавание в классе. Аккредиционная комиссия оценивает осуществление учебной программы, то есть, как преподавать и задействовать в скрытом учебном плане. Если вы читали статью Гарри Шао «Скрытый учебный план», он как раз говорит, что большая часть учебной деятельности происходит не в классе, а что студент делает, выйдя за дверь, да, как мы нравим церкви, что наше поклонение в Богу, когда мы покидаем церковь, только начинается. То есть, здесь мы проставляли Бога, просто пели, слушали проповеди. Поэтому очень важно, насколько мы защищаем преподавателей не тем, сколько они могут потянуть, а сколько они могут преподать качественно, чтобы достичь этих целей, чтобы защитить их время. И вот в некоторых учебных заведениях, тоже во время кредитационных комиссий преподаватели были в два-три раза больше загружены. И когда комиссия делает замечание, что это означает? Ну, это замечание, хорошо. Если учебные заведения не реагируют, статуса полной кредитации нет. Но чтобы отреагировать, это означает, что нужно эти предметы освободить, пригласить другого преподавателя, значит, ему нужно оплатить. Это уже на бюджет, это идет в отдел внешней связи. Где найти эти деньги? Как перераспределить учебную нагрузку? Но если мы таким образом не защищаем учебную программу посредством ограничения преподавательской нагрузки, мы не обеспечим качество учебной программы. Я думаю, вы тоже встречаете, преподаватели, которые иногда преподают как магнитофон. Я слушал одного преподавателя 10 лет назад, 5 лет назад, недавно, и я уже могу даже предсказать, что он будет дальше говорить. Потому что он за 10 лет так и не развился. Он не прочитал, что пишут, какие есть последние исследования в этой сфере. Он не изменил порядок, не изменил терминологию, не поинтересовался студентами. И потом приходит время, когда студент сидит в классе и сейчас достал планшет Василий Иванович, а вот вы говорите вот это, а вот вы знаете, что появилось две статьи уже недавно, или три книги. Вася говорит, да ты сам тупой, преподаватель. Почему? Потому что у него нет времени развиваться, потому что от него требуют постоянно преподавания, чтобы сэкономить на деньгах. И я, конечно, утрирую некоторые вот эти вопросы, но это дорогостоящее удовольствие развивать преподавательский состав. Но потом студенты едут учиться на преподавателях. Когда мы будем развивать наших преподавателей, это нам вернется тем, что студенты будут приезжать учиться у этого профессора, у этого пастора, у этого миссионера, потому что они способны, у них и соответствующая практика, успех по-божьему, и они способны передать свои компетенции и знания и навыки. И последний момент это академическая программа или сама структура, методика составления академической программы. Один из принципиальных подходов для оценки успешной деятельности или успешного осуществления учебной программы является вопрос кредитов. Один учебный кредит он соответствует 25 максимум 30 астрономических часов. Почему? И когда мы говорим, например, об нагрузке, студической нагрузке учебной, что она не должна быть меньше или больше 60 кредитов в год. То есть это 60 кредитов умножить на 25 часов, как минимум, да? На 30 часов. Это исходит из того, что студент он учится так же, как человек ходит на работу 8 часов в день. И поэтому каждый день по 8 часов в течение 5 дней на осуществление учебной деятельности составляет в конечном итоге за 36 учебных недель 60 кредитов учебной нагрузки. Чтение академическое это то, что провели исследователи в разных странах исследования составляет от 3 до 6 минут одной страницы А5. Это академическое чтение. Если студент читает учебник 1 минута на страницу А5, значит он не успевает осмысливать, осваивать материал. То есть он должен потратить эти хотя бы 4 минуты на прощение страницы А5 учебника, в которых 2-3 учебника по этому предмету. Если мы даем 10 учебников, то есть это не дополнительная литература, с которой нужно ознакомиться при написании работы, а 10 учебников для прощения по предмету, студент не сможет переварить. Это как голодный человек нажрался и его тут же бывает смертельный случай. Почему? Потому что он справился с желудочно-кишечным трактом. Точно так же происходит иногда с мозгами, или человек просто не успевает, не переваривает информацию. Но если мы в этом плане ограничиваем чтение учебников, чтобы он смог осмысленно прочитать, написать потом рефлексию, как это делается в Кишиневе, в других учебных заведениях, по каждому учебнику есть лицензия студента, что он прочитал, что он усвоил, какие выводы сделаны. Тогда мы защищаем учебный план. Точно так же написание письменных работ, курсовых работ. Выделяем ли мы время в учебном плане, чтобы студент мог писать работу, с учетом одна страница один час. Чтение, осмысление и записывание. Исследование, Видите, так и не показывает. Третий важный момент, то есть относительно преподавательства мы появились в студенческой, это оценка. Как мы оцениваем предмет? Мы привыкли во многом оценивать либо по нашей государственной системе, 5, 4, 3, 2, 1, либо 10, до 1, либо ABC. Но что мне нравится, именно в Болонском инструментарии, что уже интегрированы стандарты, и когда композиционная комиссия приезжает, она просит наше учебное заведение, пока просит настоятельно перейти на эту систему оценки. Потому что в этой системе оценки разработаны инструментарии, как оценить качество, не объем, а качество проделанной работы. Вот, к примеру, Эй, который мы ставим отлично, прочитали, работа супер, красиво написал, а если еще, когда скопировал и шрифты по правилу, упрал серый фон, да, иногда студент говорит, это я писал, но там серый фон осталось, шрифт из Википедии. Сложно поверить. Один студент тоже доказывал, что я написал, но не поменял род от глагола женского на мужское. Вот, и когда указали, то точно, наверное, наверное, не я писал. И все-таки еще оставляют зазор, да? Вот, Эй отлично ставится. Это отличный уровень знаний с творческим подходом. С творческим подходом. То есть, когда студент превысил объем обязательного материала, если он просто выполнил требования на 100%, ставится по Волонским стандартам оценка Б. Это задача преподавателя. То есть, есть учебный план, есть цель и задача предметов. Если студент просто выполнил, прочитал и написал то, что требуется, он не может получить Эй. Но если он подошел в творческий, если он сделал больше, проявил инициативу, то есть, вот это мое он читает, я должен взять по максимуму, тогда он получает Эй. И действительно, мы как преподаватели подходим к оценке. Или дальше, там, оценка С, Д, и минимально возможно допустимый уровень знаний Е. И дальше, ниже допустимого, но с правом перездачи, и без права перездачи необходимо пройти курс заново, как евреям шестая глава, опять рассказывать Ивану, и точно так же опять начинать проходить предмет заново. Затем в стандартах вы найдете тоже различные требования к отдельно бакалавским, магистрским, и сейчас разрабатываются докторские программы. А можно вопрос походу к уровню Эй к оценке. Вот это очень просто оценить, когда на 100% это оценки говорят. С точки зрения творческого подхода получается, что здесь кроме самого стандарта большая доля личного отношения преподавателя к студенту в оценке насколько он творчески подошел. То есть не противоречит ли это идее, что мы делаем стандарт высокого качества, при этом оставляем такую большую нишу, где просто преподаватель и его отношение к студенту решает все-таки Эй или Би. И вот здесь как раз важен план предмета. Если преподаватель и академический декан серьезно относится к учебному плану, к учебной программе, он заставит, простите за такое слово, то есть декан заставит преподавателя поработать с планом предмета, чтобы четко определить цели задачи и задания, которые будут отвечать целью задачи, чтобы было соответствие. И вот если четко прописаны инструментарии, как преподаватель оценивает, тогда такие ситуации будут сведены к минимуму. Но если, конечно, студент задал вопрос о трех статьях, о которых я не знаю, то он у меня даже би не получит, потому что он умнее, семья не может быть умнее. Поэтому у нас есть разработанные типовые учебные планы, предметы, которые можно взять. Я думаю, что мы уже это по времени прошли. И последний момент перед нашим кофебрейком это студенческая жизнь. То есть как мы организовываем студенческую жизнь и когда приезжает аккредитационная комиссия она красоценивает, есть ли какие-то студенческие мероприятия. Это то, что касается скрытого черного плана. На что они направлены? Есть ли какие-то скажем душепопечительские занятия со студентами? Есть ли организация практики студентов? Если мистерская программа, а есть ли у них мистерская практика? Или они просто выполняют программу? Я знаю, что например, Запорожский Брестский колледж, Кишиневский университет, кто еще, кто работает в Центральной Азии, они практикуют туда поездки. То есть если студенты поехали и сами увидели, и тогда сами подискутировали с этими мусульманами или как сказать Иван, это уже практика, это часть учебной деятельности. И возвращается «А, я услышал предмет, я уже по-другому воспринимаю, потому что есть определенный опыт». Это касается как раз организации студенческой жизни. Если просто мы выпускаем миссиологов, но у них нету практики евангелизма или миссионерства, то это уже не целостная учебная программа. Мы не можем выпускать таких миссиологов. Если у нас бакалару богословия, а человек не научился мыслить богословский, то он не бакалар богословия. Если мы говорим, что он бакалар практического служения, но он не развивается в какой-то сфере служения, то есть нету такой практики, она не организована учебным заведением, не предоставляется, не защищается, значит, он не бакалар или магист практического служения. То есть он просто получает определенную степень. Это как раз то, на что обращает внимание аккредиционная комиссия и делает определенные рекомендации и замечания. И сюда также входит, конечно, уровень абитуриентов. Сейчас, конечно, сложнее, потому что от количества студентов зависит от scholarship, и надо поддерживать определенное количество студентов, чтобы обеспечить функционирование учебного заведения. То есть это тоже объективный фактор. Но те, кого мы принимаем учебное заведение, те, кому мы обещаем, что мы их этому научим, мы за них несем ответственность. То есть как только мы приняли этого студента наше учебное заведение, мы несем за него ответственность. И я считаю, что это была глубокая ошибка, когда ряд наших учебных заведений в начале 2000-х заявили, что мы не занимаемся духовным формированием, мы только предоставляем образование богословское. Не может быть богословское образование без духовного формирования, без того, чтобы не заниматься скрытым учебным планом, не организация скрытого учебного плана для этого студента. И как раз многие пасторы именно на этом уровне испытывают недопонимание. Потому что мы говорим, что мы готовы к служителям, а пастор слышит, ага, если я отправлю сейчас этого зеленого молодого человека в учебное заведение, я получу обратно служителя. Но проходит 3-4 года, а служитель не возвращается к церкви. То есть мы дали обещание в нашем миссерском заведении, мы его, получается, не исполнили. Почему? Потому что не организовали скрытый учебный план, вне классовой деятельности, не организовали практику, где бы студент действительно стал за 4 года обучения служителем. Да, а раньше, в начале 90-х, мы говорили, что мы готовим к служителям, то приезжали служители учиться, и мы давали образование служителям. Но сейчас эта ситуация изменилась. То есть аккредитация, она так и не проснулась, это, наверное, все-таки, я думаю, кто помешался, какие-то хакеры. Снимание. Я не дал бы светить. Когда мы говорим о аккредитации, аккредитация – это такой скрытый инструмент для повышения качества учебного плана. Поэтому думайте, давайте свои предложения, начинайте процесс аккредитации, вместе развиваться. Это не мы и вы, это мы вместе. Хорошо. Извините, на 10 секунд задержал по этим часам. А тогда у нас кофе-брейк, и потом… Быстрый, быстрый вопрос. Да, у нас будет там 30 минут еще на вопрос, но давайте. Насчет кредитов и все. Русские люди очень много посвящают, кроме… То есть можно ли выдать, или есть ли такие учебные заведения, которые выдают не 60, вот у вас аккредитованные, а 80 и 100 кредитов в год. Например, после аккредитационного визита они выдают все 60. То есть это так вам бреет, как… Да, а смысл, если действительно выдают 80? А не может быть 80, потому что аккредитационные стандарты, и Россия подписала, баллонские стандарты, Украина подписала, то есть они это интегрировали в плане учебных часов. То есть это 60 кредитов, но кредит состоит из минимума 25 астрономических, максимум 30 астрономических. Вот это как раз тот люфт для учебной нагрузки. Но 60 кредитов, не меньше, не больше. Магистратура 90 и 120 кредитов, иногда 60 кредитов, если уже 4 и 60. И докторатура, она кредитами не ограничивается, потому что там другие задачи, крайне европейские. Спасибо за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.